В чем проявляется наша любовь к Богу? Что это такое вообще любовь? Это не тема, о чем я хочу проповедовать, но так просто пели и мне интересно. Христос говорит, кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои. Если мы действительно говорим, что мы любим Бога, то мы будем исполнять Его волю. Одно без другого не может существовать. Без другого это чувства какие-то, эмоции, но это еще не любовь. Ну и, конечно, то же самое идет в отношениях в семье, между детьми, родителями, женами, мужьями. Если наша любовь, она не воплощается ни в какие-то действия, не проявляется в действиях, то это не любовь. По крайней мере, ну это жалкое подобие, может быть, любви. Я прочитаю Римлянам 8 глава. С 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Бог избрал нас и предопределил нас быть подобными Иисусу Христу. И здесь Писание называет Иисуса Христа первородным. То есть Он первый, кто выполнил эту роль. Он тот, который проложил эту дорогу. И если мы, как здесь в Писании Павел говорил, что если мы любящим, любим Бога, действительно, если мы любим Бога, и если мы хотим исполнения Его воли, то наше предопределение, для чего Он нас избрал, это чтобы мы стали подобными Иисусу Христу. Это наша цель. Это то, к чему мы стремимся. Это наш конечный результат нашей жизни. Мы не стремимся... Все остальное – это так. Это посредственное, временное, промежуточные какие-то цели. Но главная цель – это то, чтобы стать подобными образу Сына Его, Иисуса Христа. И, конечно, для того, чтобы понять или порассуждать о том, каким же Он был, для этого нужно читать и в Англии, где описывается Писание, где описывается, как Он поступал. Это, конечно, невозможно разобрать за какие-то тут 15-20 минут. Это огромная тема. Но я немножечко коснусь некоторых вещей, характеристик, которые Писание дает Иисусу Христу. Я прочитаю Евангелие от Матфея с 12 главы 17 по 21 стих. Здесь говорится так. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Вот отрак мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Здесь интересно, Бог говорит, что к нему благоволит душа моя. Ищем ли мы благоволение со стороны Бога? Хотим ли мы, чтобы Бог был доволен нашей жизнью? Чтобы он смотрел, и как на Иова. Он посмотрел, и ему захотелось похвалиться Иовом. И он говорит, «Заметил ли ты раба моего Иова? Таких нету. Он такой богобоязден и все». Хотим ли мы, чтобы Бог имел подобное мнение о нас? Я думаю, что, конечно же, хотим. Но чтобы это произошло, есть некоторые моменты. Мы вот прочитаем сейчас, да, и здесь написано, «Положу дух мой на него и возвестит народом суд». Возвещаем ли мы суд Божий народам? Через нашу жизнь, через наши действия производится ли суд в этом мире? Нашими действиями осуждается ли грех? Или, может быть, мы тоже участвуем в подобных делах? Являемся ли мы этим светом, который освещает и делает различия между белым и черным? Когда все в темноте, разницы нету. Ты не можешь определить разницу, но когда свет приходит, видна эта разница. Если в нашей жизни, через нашу жизнь, через наши действия, через наши слова, люди этого мира, они не осуждаются, не осуждается грех, да, не проявляется, не освещается разница между правдой и неправдой, тогда мы не возвещаем его суд. Бог не может благоволить к нам. И не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Ну, я так думаю, я все равно пришел к такому выводу. Я знаю, что, может быть, некоторые не согласятся, что не все, что писается в Писании, оно принимается в буквальном смысле. Здесь написано, не возопиет, но мы читаем так же самое, что не воспрекословит, не возопиет, что он с сильным воплем, со слезами на глазах, он возопил, он вызывал Господу. Я думаю, что здесь имеется в виду поседневная жизнь, да, как мы слышим, бывает, когда происходят какие-то конфликты между людьми, как там, какая же фраза такая есть, чем дальше человек друг от друга, тем хуже слышать, что ли, не в расстоянии имеется в виду. То есть, если между людьми нет взаимопонимания, тогда люди начинают поднимать свой голос, они начинают кричать, может быть, обзывать как-то, может быть, нервничать, злословить или еще что-то. Христос не мог этого делать, он не мог, он не был способен из-за того, какую позицию он занял. К нему благоволил Господь, он не возопиет, и никто не услышит голоса на улицах, никто не услышал, да. Опять-таки, мы бывает так, когда кто-то далеко стоит, мы можем крикнуть, в этом нет ничего плохого. Здесь говорится, я думаю, больше о том, что когда происходят какие-то конфликты. Трости надломленной не переломит. Вот здесь уже немножечко интереснее. Трости надломленной не переломит. Я думаю, что мы так по хозяйству, когда что-то делаем, или инструмент может быть какой-то надломленный. Что такое трость? На нее опирается, да? На нее опирается, она помогает, если у человека недостаток ходить, или, может быть, идет он там по горам или еще что-то. Нужна трость, чтобы можно опереться. Но если трость надломленная, какой от нее толк? По идее, она уже надломленная, она может сломаться, и ты можешь даже себе сделать травму какую-то. Христос все равно это делал. Он не доламывал то, что было надломленное. Это говорит о сострадании, о милосердии. Как мы относимся к людьми, с которыми мы встречаемся, может быть, которые надломлены, может быть, они нам какую-то боль сделали, или еще что-то. Христос, он имел снисхождение. Он говорит, я ищу милости. Его желание и стремление, то, что он хотел показать, именно, что милость его превыше облаков. Да, он Бог праведный, и он верен в своем суде, но, с другой стороны, это притча, которую Христос рассказал. Дерево, которое не приносило плод уже несколько лет. Я думаю, любой из нас бы уже подумал, что его пора спилить. И хозяин так и подумал. Это не было какое-то неразумное мысль в его сердце. Нет, это было естественно, нормально. Не приносит. Значит, нужно спилить, посадить что-то другое. Садовник же сказал, давай, я копаю, я его обложу навозом. Может быть, даст еще результат. Писание не говорит, если оно дало или не дало. Мы не знаем. Но вот это вот то, что двигало, в данном случае мы говорим об Иисусе Христе, его желание и стремление дать людям возможность. Может быть, еще как бы go extra mile, как говорится, да? Вот что-то, еще дополнительно что-то сделать. Не поставить на нем крест и все. Но, может быть, проявить какую-то особенную заботу, снисхождение. Христос, о нем шла характеристика, что он это делал. Трости надломленной не переломит, и лня курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. На имя его будут уповать народы. Друзья, мы должны понимать, что наше хождение за Иисусом Христом это не просто, оно не так все просто. Есть определенные цели, которые мы должны достигнуть. Я думаю, что Бог наш очень долготерпеливый. И, как я уже говорил не раз, Писание так говорит. Почитайте долготерпение Господа Его со спасения. Его долготерпение к нам, на самом деле, это и есть наше спасение. Несмотря даже на то, что Христос умер и совершил победу, да, но, я не то, что говорю, этого недостаточно, того, что Христос умер. Но, если бы только это произошло, и не было бы долготерпения Божия, я думаю, что и этого бы нам не хватило. Если бы не было долготерпения Божия, даже вот этого могло нам не хватить. Несмотря на то, что все, Бог сделал все потребное, Он дал нам все потребное, но, если бы не было Его долготерпения, мы бы, мы бы не смогли достичь этой цели. По крайней мере, многие бы из нас этого бы не достигли. Мы должны ценить этим, друзья. Это долготерпение, которое Бог проявляет к нам, но оно не напрасно. Оно не просто так, потому что Он такой. Оно с определенной целью. И вот цель, и когда мы воспитываем детей, там, дисциплину какую-то вводим, наша цель не то, что причинить какую-то боль или еще что-то, или потому что, ну, мне нужно, я тебе должен, да. Но мы надеемся, мы хотим, что, может быть, вот таким способом мы повлияем на них, и произойдет лучший результат. Они перестанут делать то, что может быть неправильно, да. Они перестанут, может быть, делать вред себе. Бог все это делает с определенной целью, чтобы мы стали подобны образу Сына Его. Его цель, чтобы мы стали совершенными, как Он стал. Его цель не просто, чтобы мы стали чуть-чуть лучше людей этого мира, чтобы мы, может быть, себя лучше чувствовали, но я же все-таки благодарю Господи, что я не таков. Я вот в церковь хожу или еще что-то. Нет, Его цель, чтобы мы стали такими, как Он, чтобы на этой земле через нас Его царство распространялось. Через нас происходило влияние в этот мир. Мы являемся, это наше предопределение от Господа. Я прочитаю Исаия, 58 глава. Есть разные способы достигать этой цели. Если мы неправильно, не пользуемся правильными методами или правильными инструментами, я думаю, что те, которые, все мы пользуемся какими-то инструментами, если ты не используешь не по назначению, оно не будет иметь такого эффекта. Не будет. Я просто прочитаю, даже можно сказать, всю главу, но сделаю заострение на некоторых местах. «Взывай громко и не удерживайся. Возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Друзья, ну, эта характеристика должна быть, по идее, каждого из нас. И здесь Бог обращается через Исаию к народу и говорит, обратись к ним. Они вот это делают, они поступают и не оставляющие законов, они, как бы народ, поступающий справедливо, да, они вроде бы и ходят и делают, и все. Мы тоже это делаем, да, правильно, друзья? Но есть опасность, что несмотря на все это, мы делаем это неправильно. И здесь Бог делает обличение. Я хотел бы, чтобы мы проверили себя. Имеет ли это отношение к нам? Если имеет, значит, нам нужно исправление. И они даже такие вопросы Богу задают, после того, как они вот это все делают, они стараются, стремятся, и мы стараемся и стремимся, да? Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Мы молимся, просим о чем-то, а не происходит ответа. Может быть, ответ заключается в последующих словах. Может быть, конечно, просто еще не пришло время. Это не всегда стереотипный такой ответ. Но здесь, в данном случае, Бог говорит, вот почему. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор, для распри, для того, чтобы детскую рукою бить других. Может быть, это говорится о том, что если мы ведем такой образ жизни, мы же все-таки мы народ Божий, мы служим Богу, и люди того времени, они могли других укорять за это, да? Мы смотрим, как фарисеи это делали, они так набожно молились, и все, как они приобрегали другими людьми, дерзкую рукою бить других, оскорблять, может быть, всячески, унижать других людей, что вы этого не делаете. Они пытались и Христа всячески оскорбить, унизить, потому что Он не делал так, как они думали, что должно быть. Вы не поститесь для того, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? И здесь он как бы объясняет их отношения, к посту. Он спрашивает, вот вы вот так делаете? Разве так я хочу, чтобы вы делали? И теперь он дальше говорит, как же они делают. И вот как они делали. Смотрите, таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубльщи и пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Здесь говорится, что человек, эти люди, они гнули голову свою, как тростник, они нагибались, осмирались. Пост это признак прежде всего смирения, признак того, что твоего бессилия, что ты не можешь. Признак, может быть, сильнейшей, какой-то горечи, скорби, или еще что-то. Люди делали пост, разрывали одежды, когда приходила какая-то скорбь, когда приходило какое-то негодование, или еще что-то, когда происходили какие-то такие, ну, тяжелые вещи. Может быть, как вы помните, при Исфире должны были их истребить. И они все взяли пост. Мы помним, что Ненемия, Неневия, когда они услышали, они объявили пост. Пришла погибель, пришло наказание, нужно было смиряться, умиляться. И вот эти люди, они гнули голову, как вроде смиряющиеся. И здесь он их сравнивает с тростником. Тростник, ты нагибаешь, он согнулся, ты отпустил, он раз, опять выровнялся. Это не тот пост. Это не только для того, чтобы сделать вид. Когда Иисус говорил, вы так поститесь, вы принимаете вид, не делай так. Не делай лицо печальное, чтобы показаться постящимися, чтобы увидели, сказали, вот, это человек святой, он постится. Твой пост для Господа, помажь голову свою, Христос говорит, помажь. Не делай этого лица. Явись постящимся перед Богом. Смирись душою перед Богом. И таков пост, Бог услышит, и здесь Он дальше говорит, вот пост, который Я избрал, разреши оковы неправды. Все, что есть в нашей жизни, какие-то кривизны, какая-то неправда, какая бы она была, не завуалированная, маленькая, незначительная, должна быть разрешена, эта неправда. Без этого мы не можем дальше двигаться. Кто может пребывать на Святой горе Господней? Я понимаю, что кровь Иисуса Христа омывает наши недостатки. Но те грехи, которые делаются умышленно, или те грехи, которые прячутся, те грехи, которые не выносятся в свет, они не могут быть освящены. И Исайя, Бог через Исайю, дает совет и говорит, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, расторни всякое ермо. Должна прийти полная справедливость, истина в твою жизнь. Не должно происходить вот этих вещей, где мы кого-то угнетаем, незаконно, или еще что-то, где мы кого-то обижаем, обделяем, может быть, тем, может быть, не платим плату рабочим, или еще что-то. Это все должно быть разрешено. Может быть, налоги не платят. Я не знаю. Пусть Дух Святой сам укажет нам, каждому из нас, на те неправды, которые, может быть, еще где-то у нас есть. Это все должно быть разрешено. Раздели с голодным хлеб свой, и с китающейся бедных веди в дом. Веди в дом. Не просто так дать им, чтобы успокоить свою совесть. Дать им почувствовать, что ты действительно хочешь это сделать. Ты хочешь облегчить ихнее бремя. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Когда мы видим нужду, видим, что есть нужда в нашей помощи, мы можем помочь не укрываться. Тогда откроется, как заря. Свет твой и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, и возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твое ермо, и перестанешь поднимать перст твой, и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во мраке, и мрак твой будет, как полдень. Тогда, я думаю, Писание говорит, вы не останетесь без успеха и плода. Тогда его качества, Иисуса Христа, они будут отображаться в нас. И последнее, что я хочу прочитать, это евреям, вторая глава. С десятого стишка. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания, вождя спасения их, совершил через страдания, совершил наше спасение. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям Моим посреди церкви, воспоют Тебя». И еще, «Я буду уповать на Него». И еще, «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприимлет Он, но восприимлет семя Абраамова. Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи наши. «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Это все Господь претерпел для того, чтобы сделать это доступным, чтобы это не было просто какой-то мечтой. Наше желание стать лучше, наше желание стать другими людьми, да, наше желание угодить Богу, это была просто какая-то мечта, которая в большей мере она была неосуществима. Но Христос претерпел все это, Он стал подобным нам. Он прошел этот путь, Он был тот, который проложил дорогу. И теперь у нас есть возможность идти этой дорогой, друзья. Вопрос просто заключается в том, хотим ли мы этого. И для того, чтобы нам двигаться по этой дороге, то нужно встать и начинать идти. Поэтому, если кто-то из нас не идет этой дорогой, или может быть кто-то из нас остановился, может быть кто-то из нас свернул на какую-то второстепенную дорогу и перестал идти в этом направлении. Сегодня день спасения, друзья. Сегодня Бог говорит через свое Писание, что у нас есть возможность, и эта возможность, она стала доступна через Иисуса Христа, через то, что Он совершил. У нас есть возможность идти этим путем и стать подобными Ему. если кто-то из нас может быть порабощен, как здесь я только что прочитал, которые были в рабстве, всю жизнь подвержены рабству, избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Может быть кто-то находится в этом сейчас, в таком состоянии и не имеет выхода. Сегодня есть выход. Этот выход в Иисусе Христе. Я хочу, чтобы мы сейчас преклонили свои колени и поблагодарили Господа за то, что мы имеем это спасение, друзья. Мы имеем эту возможность достигнуть этой цели. Она стала для нас доступной. Когда-то это было недоступно, сейчас оно доступно. Поэтому сейчас я хотел бы, чтобы мы встали перед Господом и просто открыли свое сердце. И что у каждого из нас на сердце? Если это молитва покаяния, не откладывайте эту молитву на завтра. Если это молитва благодарности, что вы имеете это, благодарите Господа за это. Если, может быть, ваше сердце утомлено и находится в оковах греха или еще что-то, и вам нужна эта помощь, воззовите к Нему. Может быть, нету слов покаяния. Вы знаете, что есть такой момент, когда Иуда, он осознал все это, но он не нашел выхода. Он пошел и удавился. Я не думаю, что это то, для чего каждый из нас предизбран. Может быть, кто-то находится в такой ситуации. Я знаю, что я был в такой ситуации, когда ты не видишь выхода. Ты уже столько много перепробовал, столько много пытался, но не видишь результата, и ты, как вроде, через время возвращаешься в начальную стадию. Друзья, есть этот выход, этот выход в Иисусе Христе. И поэтому, если каждый из нас, кто находится в такой ситуации, воззовет к Господу, то Господь, Он откроет свой путь. Давайте будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok